Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Вначале о главных событиях. Обеспечение жителей Селцкинвальского района питьевой водой – одна из приоритетных задач. Расскажем и о плане работ на текущий год. Гастроли артистов филиала Мариинского театра в Северной Осетии завершены балетом «Парфюмер». И опять выступление имело грандиозный успех. Югостинский зритель в восторге. Татьянин день. Праздник студенчества. По традиции день студентов отметили в Югостинском госуниверситете. Селцкинвальского района питьевой водой. Будет благоустроен стадион в селе Дменис. О плане работ на текущий год подробнее расскажет Анжела Кукоева. Глава Целцкинвальского района поделился информацией о предстоящих планах развития и улучшения качества жизни жителей. В этом году частично будет устранена проблема нехватки питьевой воды. Глава района сообщил о реализации инфраструктурного проекта и ввода в эксплуатацию водовода Целцкинвал Хитагурова. Работы ведутся в рамках инвестиционной программы. Результатом станет увеличение объема подаваемой воды. Глава Целцкинвальского района подаваемой воды. Обеспечение жителей сел питьевой водой остается приоритетом. В план внесены работы и по проведению водопроводной линии в села Орте и Вилда. Глава Целцкинвальского района подаваемой воды. Глава района выразил намерение уделить большое внимание улучшению дорожной инфраструктуры. Районная ЖКХ систематически выполняет работы по текущему ремонту и содержанию сельских дорог. В этом году районная администрация приведет в порядок дорожное полотно в селе Хитагурово и отрезок дороги Гром-Арце. В улучшении нуждается и участок дороги в Дамполецкой сельской администрации. Глава Целцкинвальского района Еще одним важным пунктом в планах главы района является развитие образовательной системы. Для качественного учебного процесса необходимо уделить внимание условиям, в которых занимаются дети. Поэтому предстоит провести капитальный ремонт зданий школ. К новому учебному году планируется устранить проблемы с водоснабжением и отопительной системой в школах селений Гром, Арце, Убикар и Изар. Как и в прошлом году, основное внимание будет уделено сельским домам культуры в небольших селах. Коммунальные службы отремонтируют и кровлю здания Сарамбукской сельской администрации. Как добавил глава районной администрации на Албазае, в текущем году предстоит подключить инженерные сети к многоквартирным домам, расположенных в селах Табет, Хейтагурово и в районе Плата Питомника. Также будут предприняты меры для поддержки молодежи. По их просьбе в порядок приведут стадион в селе Дменис. К реализации плана работ на 2024 год приступят в начале весны. Анжела Кокоева, Арнольд Харебов, Патима Кумаридова. Информационный выпуск сегодня. В Цхинвале продолжается диспансеризация детского населения. По словам медиков, гриппом и ОРВИ в основном болеют школьники. Врачи призывают родителей обращаться к участковым педиатрам в случае недомогания детей. Также зафиксированы заболевания коклюша. Педиатры это связывают с тем, что дети не прошли вакцинацию. Есть и хорошая новость. В России выявлена коря. Она зафиксирована на всей территории Российской Федерации. Но в республике случаев заболевания корю нет. Подробности далее. На сегодняшний день порог заболеваемости респираторными вирусными инфекциями в республике не превышен. Хотя среди детского населения много больных гриппом и ОРВИ. Болеют в основном школьники. По поводу количества заболевших не превышает порог прошлого и позапрошлого года. Это можно отнести к сезонному подъему заболевания. Хочу отметить, что в последний месяц, в декабре, в декабре месяца прошлого года, подъем заболеваемости был больше. Обращений по поводу респираторно-вирусных инфекций было больше. Особенно в конце месяца. Учитывая все мероприятия, это утренники, развлекательные мероприятия. Я все-таки считаю, что это был контакт детей между собой. Врачи настоятельно рекомендуют родителям при симптомах гриппа и ОРВИ обращаться незамедлительно к участковому педиатру. Самовольно давать антибиотики, предварительно не пройти лабораторные исследования, конечно, не стоит. Потому что если антибиотик не показан, то он усугубляет состояние, то есть делает хуже, нежели чем-то помогает организму ребенка. Поэтому советую самолечением не заниматься, обращаться к врачу и уже по рекомендациям выполнять назначение. Среди детей зафиксированы заболевания коклюшем. Педиатры считают, что дети не вакцинированы против коклюша, и это дает свои отрицательные результаты. Это говорит о том, что в последние годы вакцинация против коклюша была проведена не очень хорошо. С чем это связать? Возможно, с ковидным периодом. Были какие-то интервалы времени, когда прививки ввелись не очень хорошо. Это ни для кого не секрет, что детская больница была переформатирована в красную зону. Соответственно, поликлиника работала в штатном режиме, но, тем не менее, родители опасались приводить детей в детскую поликлинику во избежание заболеваний, заражения ковидом. Соответственно, дети незащищенные, соответственно, один заболевший ребенок уже является источником инфекции для окружающих, и мы наблюдаем, что все-таки коклюш имеет место. И опять-таки, опять призываю родителей не лечить самостоятельно, обратиться обязательно к врачу, потому что эта ситуация требует именно медицинского вмешательства, медицинского лечения. Очень много бывает осложнений, и чтобы этого избежать, нужно вовремя начинать лечение. Лариса Ханикаева прокомментировала ситуацию и вокруг заболевания корью. Как известно, она зафиксирована на всей территории России, но в Южной Осетии ее нет. Мы знаем, что на территории Российской Федерации, можно и посказать, бушует корь. Что касается на сегодняшний день кори в нашей республике, заболеваний корью среди детей детского населения нет. Это замечательно, это очень хорошо. Анализируя вакцинацию прошлого года, я могу сказать, что именно вакцинацию против кори дети получили практически 100%. То есть дети первого года жизни, в возрасте один год, родители очень ответственно подошли к этому вопросу и привели детей на вакцинацию против кори. Диспансеризация детского населения в столице республики, по словам медиков, продлится до конца учебного года. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. И снова полный зал восхищенного зрителя. Артисты филиала Мариинского театра в Северной Осетии представили на югостинской сцене Госдрамтеатра балет «Парфюмер». Ранее в исполнении северостинских артистов с оглушительным успехом прошла премьера национального балета «Фатима» на музыку выдающегося композитора, народной артистки Южной Осетии Жанны Плеевой. Оба показа произвели на ценителей прекрасного, большое впечатление и оставили эмоции, которые запомнятся надолго. Зрители, выражая слова признательности артистам, отметили, что с нетерпением будут ждать следующих гастролей. Подробности у Анны Гаевой. С самого начала постановка «Парфюмер» заворожила зал и увлекла зрителей волшебством парфюмерных нот. Балетная труппа филиала Мариинского театра Северной Осетии представила югостинскому любителю искусства балет «Парфюмер. История одного убийцы» по мотивам романа Патрика Зюськинда. Гармоничные, воодушевленные, нежные, но одновременно воспламеняющие движения тел придавали балету особую таинственность и мечтательность. Зрители вместе с артистами переносились вглубь веков в события, разворачивающиеся на сцене. Слияние рук, робость и уверенность движений, томная игра света – все это будто старалось не нарушать непоколебимую атмосферу вечера. Все вокруг дышало миром Патрика Зюськинда. Лица актеров, их мимика, эмоции безоговорочно стали важной частью их триумфа. Музыка, звучащая на фоне, как будто растворяла все границы мира реальности. Она создавала музыкальную гармонию с происходящим на сцене. И вот кульминация, занавес и преданные овации зрителей. Музыка, звучащая на сцене. АПЛОДИСМЕНТЫ В завершении вечера к зрителям со словами благодарности обратился главный балетмейстер балетной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии, который отметил значимость сближения и единства одного народа. Я хочу сказать вам большое спасибо. Наверное, это так банально слышать это из уст артистов и руководителей творческих коллективов. Но это самое емкое слово, которое может вместить в себя все эти чувства. Огромную благодарность главе, президенту республики, министру культуры за то, что сделали нас сегодня ближе к звездам. Спасибо вам за такой теплый прием. Мне кажется, теплее зрителей, нет вообще во всем мире. Поэтому спасибо вам большое. Мы хотим выразить слова огромной благодарности Мариинскому театру, уважаемому Мариинскому театру. От имени нашего зрителя, от имени руководства, от имени министерства культуры мы выражаем вам огромную благодарность художественному руководителю Далерию Александровичу Геребеву. Художественному руководителю фемиала Геребева Ларисия и вам, Валерию Руслановичу. Огромное спасибо. Чрезвычайно полномочный посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Кулахметов, посетивший балет «Парфюмер», преподнес театральной друппе в знак признательности корзину цветов. Зрители отметили блестящую актерскую игру. Историю парфюмерного гения еще долгое время будут будоражить их память. Многие отметили, что с нетерпением будут ждать следующих гастролей. Данное представление оставило сильное впечатление. Я буду еще долго его вспоминать, особенно главного героя и героиню. Я думаю, люди Южной Осетии надолго запомнят и их, и в целом представление. И все, кто смотрел и читал «Парфюмера», конечно, им было легче понимать, что происходит на сцене, но даже те, кто не смотрел и не читал книгу, я думаю, все поняли. Спасибо за субтитры Алексею. Сегодняшнее представление было настолько фееричным, что, наверное, слов не хватит, чтобы описать просто свое состояние после просмотра. Я, наверное, пожелаю Южной Осетии больше подобных мероприятий, а людям, которые сегодня блистали на сцене, творческих успехов. Сегодня балет «Парфюмер» раскрылся во всей своей славе. Великолепная постановка, сотканная из запахов, ароматов и пылающих эмоций. Зритель оценил уникальную неповторимую атмосферу. А актерам бесспорно удалось погрузить зрителей в эпоху, описанную в произведении. Постановка не оставила равнодушными никого. Анна Гаева, Рауль Кочев, информационный выпуск «Сегодня». В Национальном музее открыта фото-выставка, посвященная 80-летию освобождения блокадного Ленинграда. Организатор – представительство Россотрудничества в Южной Осетии. В экспозиции представлены редкие материалы, фотографии, газеты, плакаты, образцы художественных произведений. Все, кому дорога память о подвиге советского народа, кто проявляет интерес к истории, могут посетить выставку до 4 февраля. Подробности рассказывает Алена Готтаева. В день 80-й годовщины по случаю полного освобождения Ленинграда от фашистов в годы Великой Отечественной войны представительство Россотрудничества в Южной Осетии на площадке Национального музея организовало фото-выставку. Организаторы мероприятия отметили, что сегодня самое малое, что мы можем сделать в благодарность тем, кто в то тяжелое время отстоял нашу независимость и свободу и право на жизнь – это помнить и передавать исторические события из поколения в поколение. Безусловно, 27 миллионов жертв, как военных, так и гражданских – это в голове не умещается, эта мысль. Кто-то пытается это сопоставить с людьми, взявшимися за руку, которые оборачивают земной шар неоднократно. Я же хочу сказать, что мы с вами самое малое, что можем сделать – это нести сквозь годы память об этом подвиге. Именно поэтому мы попросили музей принять эту выставку. Чтобы история нам не напомнила такого рода события и факты, мы о них не должны забывать. Мы должны делать все для того, чтобы мы видели, что было, и не дай бог, чтобы этого никогда больше не повторилось. А двери музея всегда открыты, пожалуйста, и на то время, пока эта выставка будет работать, и у нас есть музей боевой славы. Тяжелейшие испытания, выпавшие на долю великого города и его жителей, гуманитарное бедствие, растянувшееся на 872 дня, до Ленинграда выстоял и победил. Эти страшные дни были наполнены болью, страхом, силой духа, скорбью, мужеством и героизмом, отметил посол Российской Федерации в Республике Южная Сетья Марат Кулахметов. В день людям выдавали от 125 до 250 граммов хлеба. Началась массовая гибель населения. Это страшнейшее было испытание советского народа. Ленинград с пригородами на осень 41-го года насчитывал более 3,5 миллиона человек. А после снятия охачивания блокады в очереди 10 дней осталось всего 800 человек. Только декабрь, только декабрь 41-го года 50 тысяч человек потеряно. Это мобежки, голод. Это страшная зима, 41-44 год. Это 125 граммов хлеба нам научить, подумайте, 125 граммов, это кусочек, маленький кусочек хлеба, который можно поддерживать человека в лучшем состоянии, чтобы он мог соображать, чтобы он двигаться мог. При том понимание, что не было ни окопления, ни воды, ни канализации. Все это в городе практически целый год делало. Это нет такого города в мире, который в течение 200 дней испытывал полную блокаду. Все прекрасно понимаем, что история циклична. Сегодняшние события повторно об этом говорят. И в то же время мы понимали, что наше подрастающее поколение ни в коей мере не может забыть те трагические события, которые происходили на фронтах Великой Отечественной войны, в частности, в блокадном Ленинграде. Я сам, будучи зашкольным парком, прекрасно помню эту фотографию на территории зоопарка, где все жители богатного Ленинграда собирались по очереди, приносили пропитание животным. Это, как правильно выразится, наверное, высшее проявление человечества. Несмотря на истощение, дети вносили свой вклад в дело защиты родного города, совмещая общественную работу с учебными занятиями. Подростки, наравне со взрослыми, работали на военных заводах, ухаживали за раненными. Выставка продлится до 4 февраля. Посетить ее могут все желающие. Алена Оттаева, Азамат Кузыев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. 25 января. Татьянин день. День всех студентов. Годы студенчества, пожалуй, одни из самых ярких и запоминающихся в жизни. Именно тогда закладываются основы будущих профессиональных и личных успехов. Это прекрасная пора свершений, поиска своего места в этом мире. Праздник с каждым годом набирает все большую популярность. По традиции, день студентов отметили в Югостинском госуниверситете. Тему продолжит Яна Плеева. 25 января традиционно отмечается Татьянин день. Студенческий праздник. История праздника берет свое начало с 1755 года. Тогда государыня Елизавета подписала указ об основании Первого Московского университета. А в 1791 году была открыта студенческая домовая церковь Святой Татьяны. С тех пор она считается покровительницей учащихся вузов и колледжей, а также преподавателей. Праздник стал традиционным и обожаемым всеми студентами. Раньше Татьяне день отмечали достаточно скромно. Сейчас подготовка к празднику в Югостинском государственном университете начинается задолго до дня праздника. Представители современного студенчества поделились, по их мнению, самыми ценными и запоминающимися моментами. Студенчество – это самое прекрасное, что может произойти с человеком, потому что это новые друзья, новые знакомства, постоянная коммуникация с какими-то разными людьми. Моей целью было скрасить свою студенческую жизнь, и у меня это прекрасно получается. И спасибо большое нашему университету, нашему ректору за то, что он дает нам такие возможности. Татьяне день является главным студенческим праздником, когда и руководство республики, и ректоры, и преподаватели университета имеют возможность сказать студентам теплые слова, а также дать напутствие. В праздник поздравительные слова прозвучали непосредственно от самих учеников высшего учебного заведения своим друзьям. Память о студенческом братстве, об удивительной студенческой паре остается с нами на всю жизнь. И не случайно, что сегодняшние врачи, инженеры, специалисты самых разных профессий спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками и с теплотой вспоминают мудрость наставления своих университетских преподавателей. В этот день студенты получают стипендии, почетные грамоты. Память о студенческом братстве, об удивительной студенческой паре остается с нами на всю жизнь. И не случайно, что сегодняшние врачи, инженеры, специалисты самых разных профессий спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками и с теплотой вспоминают мудрость наставления своих университетских преподавателей. Яна Плева, Александр Кукоев, информационный выпуск «Сегодня». Вы вступили на трудный, но бесконечно интересный путь познания, и Угостинский госуниверситет, который всегда славился высочайшим уровнем образования, замечательными преподавателями и талантливыми студентами, как нельзя лучше подходит в качестве площадки для личностного и карьерного роста. «Умные и талантливые – вы будущее нашего государства», – сказал Гоглоев, пожелав студентам отличной учебы, бодрости духа, высоких достижений и ярких побед. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В Республике переменная облачность ожидается вечером снег. В Знаурском районе днем плюс один, ночью минус четыре. В Завском районе днем нулевая температура, ночью шесть градусов с отметкой минус. В городе Квайса днем минус три, ночью семь градусов мороза. В Ленингорском районе днем два градуса тепла, ночью минус три. В столице Республики в Цхинвале днем плюс один, ночью минус пять. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева, желаю вам всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!